Мир вам, Христос Воскрес! Я считаю, что слово персонаж, если ты обращаешься к своим друзьям или братьям... Какое слово? Повтори, какое слово? Персонаж, 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 ну да, персонаж, слово, ну, 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 я считаю, по отношению к братьям, к близким людям, это неприемлемое слово, неприемлемо обращаться, допустим, к вам я обращусь, персонаж Игнатий Лапкин, допустим. Ну, это сегодня в отрицательном смысле, так, кого-то желают уколоть? Да. Адептин, если знаете, асс... А я считал, я считал про это, считал про это. В 18.00 Калинников, Володю Пасченко и, ну, еще кого-то называют персонажами, которые не хотят работать в огороде, короче говоря. Нет. Ну, кто такой? Главный работник, что ли, у нас огородный, или кто? Да нет, нет, тут не надо так смотреть на него. Он сказал слово, это сказал, а он полного смысла его не знает, он не со зла сказал. Володина, он на Володю ничего не сказал, а просто известная нам личность, персоной назвал. Он никак относится хорошо, каждый год приезжает и работает. Ну, это я знаю, что... Про Володю говорить не надо, про Володю он, это работяга из работяг. И никто плохо-то не подумал бы, но я знаю, что ему сделал замечание Вячеслав. А, сделал, да? Да. А я до Вячеслава никак не могу дозвониться, хотел его попросить, чтобы он там Калинникова отчитал, ну, или научил ему разуму. Сейчас... Потому что он никогда не годится так обращаться с братьями, персонажи там и так далее. Да, да. Что получать-то? И что, ему-то что получать? Кто он такой? Появился ролик такой-то, он, у людей не хватает времени. А вот тогда сюда я поставил, потеряю, и не хватает времени, потому что все время на работе. Плантации целые. Он-то это не знает, не работает. А Володя не вылазит с огорода. Меня если пригласит, я беру с собой мешок пустой, по нему ползу, передвигаюсь. Капусту в прошлом году, морковку, нет. Ну да, горох, там, бобы, все это прополоть надо. Володя никуда больше. Ну, я другой раз... Да, я понял. Дело все в том, что просто Калиников, он себя позиционирует как интеллигента, будем говорить, учителя или профессора душ человеческих. Поэтому ему бы не учить, а вообще помолчать бы, но он и так мало вылазит. Ну, как начинает вылазить, у него эти слова, вот эти, бро там, еще какие-то. Прям для него у нас в Содружестве в правилах написали, чтобы не ерничать. Если ерничать человек, его закрывать. Я хотел посоветовать брату Вячеславу, чтобы прикрыть его немного и прям сказать за ерничество. Он, Вячеслав, так и написал, у нас написано в Содружестве не ерничать, это слово применяет к нему. Он ему все высказал, и Вячеслав, это сказать, а Калиников-то, Виталий говорит, ну, тогда вроде-то, простите, я не хотел обидеть. И уже все, это решенный вопрос снимается с повестки. Все, вопрос решенный, они уже все решили, не надо про то говорить. Тут, да, приготовить контейнер, а я спросил, какой размер будет, а куда ставить, мы все решали, решали. А вот где у нас тут виноград идет, от него полметра, и дальше будет, оказывается, длина контейнера, покупать, видно, хотят, 12,5 метров. Двенадцать, два с половиной метра ширина и 2,60 в высоту. Ну, и мы тут, позавчера мороз такая, мороз, это мелкий дождик, с Любовью Николаевной там были, а там сколько было вишни, я ее всю под корень вырубил. Двенадцать кустов малины пересадили, и где я картошку нынче посадил, три ведра, она ее всю выкопала, на ту сторону перенесла. Но самое главное, это Надежда Дмухата, она посадила яблоню, и она на пути. Мы ее выкопали, перенесли на ту сторону и огородили, все сделали. А она мне все подзужила, Любовь Николаевна, да ладно, до завтра, а завтра-то еще больше дождь, а сегодня еще больше. Я говорю, ну и как? Да хорошо-то, как мы поправились. Я говорю, на завтра не надо. Я Бог, если благословит, то в воскресенье буду на эту тему говорить проповедь, слово ныне. Ныне, время благоприятное, ныне день спасения. А думать, что завтра будет лучше, другие правители, нет. Не, не так делать. Идать, Николаевич, помолитесь, чтобы сегодня вечером шквального ветра не было, поплавать охота. Из-за этого и молиться не буду. Сиди дома пока. Да ну. Зачем? Зачем это из одного человека Бога просить? Нет, я не буду даже говорить. Я только попрошу, господи, положи на сердце брату Игоря сидеть дома. Я вчера 700 метров проплыл. 40 минут. Нет, не играй с этим. Не играй с огнем. А там в интернете, в интернете говорят, а почему в одежде купается? Говорят, да потому что вода грязная. Вода грязная, чтобы не запачкаться. Да ема ж. Нет, сиди в роддоме, ты очень дорогой для нас. У меня две майки, двое штанов и специальные носки и шапочка. Вот, пока сиди дома и суши их. Нет, вы меня благословили уже. Все, на сегодня не надо, не надо. Это не надо. Может, это нехорошо будет. Все люди прячутся, а я вылезу там. Не надо. Выходите вечером на бережок, поснимайте меня. Вели, я носа не показывают. Голубям иду кое-как залез, скорее назад и спрятался, закрылся. Дождь только ближе к вечеру начнется, там, к восьми часам. Я успею поплавать. Нет, нет, отложи. Послушайся. Дядя, 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 мне описали как-то в газете, центральная газета, российская газета, про лагерь. И говорит, дядя Игнатий плохому не научит. Вот это так. Я знаю, чему учит дядя Игнатий, еще как. Так что, знаю, что плохому не научит. Ну да. Так, ну ладно. Все. Спаси Христос. Спаси Христос. Все закончено. Тема закрыта, все примиренно. И он не хотел обидеться. Самое главное, ну так это, шикарно хотел сказать. Ну понял я, понял, да. Да, отошел с Богом. С Богом, помоги.